Они не верили, что выживут, но мечтали о победе. Герои нашего следующего сюжета – фронтовики Ефим Шубарев и Владимир Беднарский. Оба дошли до Берлина. Какой была война и как люди встречали День Победы в 45-м? Смотрите далее. Сегодня 22 июня, 4 часа утра. Без объявления войны германские войска напали на нашу страну. Это известие навсегда изменило жизнь Владимира Беднарского. Сейчас ему 92, а в начале войны едва исполнилось 15. Мечты о поступлении в школу железнодорожников остались лишь мечтами. В армию Владимира Николаевича не взяли, был слишком мал. Вспоминает его, село в Каменец-Подольском районе враг оккупировал одним из первых. Немцы наступали на нашем направлении очень быстро. Наши силы мы не взяли без боя даже. За три года оккупации юношу четыре раза пытались отправить на принудительные работы в Германию. И каждый раз ему удавалось спрятаться. В 44-м село освободили. И 18-летним он пошел на фронт. Вот эта фотография, это первая моя фотография в мае 44-й год. И я был зачислен в батарею 45-миллиметровых противотанковых пушек. Сначала был заряжающим, потом замыкающим. Не прошло и года, как Владимир получил свою первую боевую награду. За уничтожение пулеметов врага в окрестностях Варшавы. В марте 45-го был ранен. Однако до Берлина Владимир Беднарский, сейчас полковник в отставке, дошел. В мельчайших подробностях помнит войну и Ефим Шубарев. В этом году ему исполняется 102. До начала Второй мировой он успел получить два военных образования. Поэтому стал командиром автомобильного полка. Развозил ценные грузы по всему фронту. Людей, продукты, запчасти для техники и боеприпасы. Идет бой. Через 500 метров мои машины идут за ними. Нужно что-нибудь. Значит, сразу подъезжаем и сгружаем. 5 мая 1945 года Ефим Шубарев вместе со своей ротой дошел до Берлина. Тогда о победе говорить было рано. Наступление только начиналось. Разгрузился и собирался ехать дальше. Но Рейхстаг увидеть успел, вспоминает фронтовик. Тогда же не было фотоаппаратов. Ничего не было. Но я все-таки написал. Дошел до Берлина. Шубарев. Известие о великой победе наших героев застало в Польше. У меня был пистолет. Это ППШ, там 71 патрон. Пока все 70 радио патроны. Пуля не ушла. А потом как бросили все друг друга. Обнимались, целовались. Пожилые люди брали землю в руки, целовали. Слышу стрельба страшная. Я на улицу вышел. Стреляют страшно. Думаю, ну или наступление еще. Победа, победа. Солдаты целуются. И плачут. И я вместе с ними плакал. Сколько мы потеряли людей. Сколько мы трудностей пронесли. Ольга Беспалова, Алексей Клименко. Специально для телеканала Донбасс.